МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К базе Министерства здравоохранения и сможет аннулировать права у наркоманов и алкоголиков, а также людей с психическими расстройствами без решения суда. Сейчас водители, которые потеряли право управления транспортными средствами по медицинским показаниям, им приходится сотрудникам ГИБДД вылавливать каким-то образом вручную, устраивая рейды и так далее. Видимо, рандомно устанавливая машины и проверяя. Все-таки электронную базу, если удастся создать такую, то к лету 2022 года, держитесь, друзья, вас лишат всех преимуществ на дороге. Будьте пешеходами. И у нас в гостях нарколог главный ирач частной наркологической клиники Игорь Александрович Лазарев. Доброе утро. Доброе утро. Все-таки вот эта инициатива Минздрава и МВД, когда они совместными усилиями коллаборацию совершат, она каким-то образом улучшит ситуацию на дорогу? На мой взгляд, в любом случае, закон есть закон. И по закону есть противопоказания для вождения транспортными средствами. Из наших заболеваний это алкогольная зависимость, наркотическая зависимость и ряд психических, практически все психические болезни. То есть это прописано четко в законе. Я надеюсь, с этим никто не спорит. Вопрос был в том, что человек, предположим, мог получить права 10 лет назад, и через год у него либо случилось психическое заболевание, либо он попал на учет к наркологу. И об этом ГИБДД не узнает. И человек будет 10 лет ездить, предположим, с зависимостью от наркотиков, ежедневно употребляя опиоиды. И пока его лишат... Ну, то есть вот... Ну, пока его не поймают. Это какая-то случайная ситуация. Поэтому, на мой взгляд, здесь ничего такого сверхъестественного нет. Ну, а сегодня какая-то база есть? Вот существует, допустим, человека поставили на учет. Вот это куда-то дальше идет или это на бумаге остается? В каком-то отдельно взятом, скажем, наркологическом диспансере. То есть Минздрав, а ГИБДД прокуратура, это ГИБДД прокуратура. Вот есть наркологический диспансер, где есть... На самом деле, в некоторых диспансерах нет... Вот особенно в регионах, это бумажная база. Ну, понятно. И чтобы это совместить, да. Ну, в крупных городах она внутри себя хранится, и к ней нет доступа. Конечно, иначе бы эта база была бы везде, то есть все бы знали, что... И уже бы на черном рынке даже продавалась, потому что... Да, да, да. Так бы и у риэлторов, и у всех. Ну, кому надо, она есть. Но вообще она хранится вот в конкретном наркологическом диспансере. Доступ без решения прокуратуры или суда к ней, ну, нет, конечно. Конечно, попытка вот за эти, там, год или сколько остается, объединить, да, и чтобы ГИБДД мог спокойно проверять свою базу, сверять с этой, вот в этом как бы... Это чисто техническая такая доработка, которая, ну, на мой взгляд, закон никак не нарушает. И спорить с тем, что, ну, такие люди, которые стоят на учете, да, страдают тяжелыми... Слушайте, а ведется какая-то сейчас статистика, сколько таких людей? Вот на учете стоят в диспансерах, ну, хотя бы по Петербургу. Нет, ну, на учете здесь проблема-то в том, что, конечно, на учете стоят проценты очень незначительные, да, и огромное количество либо вообще не обращается, потому что есть... Да, вот как на учет-то ставят? То есть там должен обратиться или какие-то родственники ты должны сдать, да, или тебя привезли? Основная масса — это те, кто лечились в государственных учреждениях наркологических, это городская наркологическая больница, либо там в токсикологическом, да, это не дженелитис. То есть в основном это... Ну, их процент на самом деле не так велик, да. Многие люди из... Какой минус вот этой всей политики? То, что люди еще и не перестают вообще обращаться за помощью. Да, конечно, добровольно никто не пойдет и не скажет, извините, я алкоголик. То есть это должна быть политика кнута и пряник. С одной стороны, такая репрессивная политика приводит к тому, что люди просто перестают обращаться к наркологам, особенно к государственным, вообще обходят стороной, да, и... Но это еще хуже. Они, соответственно, не лечить, да, то есть не предпринимают попытки лечиться, и продолжают также управлять транспортом и так далее. То есть здесь, конечно, любое ужесточение должно какое-то смягчение в себе нести. Ну, в любом случае, мне кажется, вот эта инициатива, она каким-то образом через два года все-таки решит проблему, наверное, злостных нарушителей правил дорожного движения. Если все-таки люди находятся в постоянном каком-то бессознательном состоянии, то, конечно, не место им на дороге. Я думаю, для водителей будет спокойнее в любом случае. Ну что ж, спасибо вам большое. Напомним, в гостях у нас был главный врач частной наркологической клиники, нарколог Игорь Лазарев. Хорошего дня и прекрасного настроения. Спасибо.